Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Секрет Небес, сезон 3 серия 2, знакомство с Цитаделью. Руки тряслись, когда я вытаскивала из шкафа очередной наряд. Нас ждали в Цитадели. Я не знала, чем кончится эта встреча. Кроме школы и её окрестностей я нигде ещё не бывала. Интересно, как выглядит столица небес? Кап, кап. Я остановила смиренный взгляд на потолке. Угол протекал, и коричневые пятна капали на пол. Да уж, сейчас не время для былой роскоши. Я провела рукой по нарядам, что успела отобрать и бросить на кровать. Это как-то по-человечески, что ли, по-земному. Наряд такой совсем не в стиле нашей веки. А вот это другое дело. Ренессанс. Очень необычный наряд. Да, мы его и возьмём. Благородно полетим. В дверь постучали. Войдите. Ты готова? Да. Мама приоткрыла дверь, пропуская меня вперёд. На улице нас уже поджидали несколько морских драконов. Цитадель далеко. На драконах мы доберёмся быстрее и не так устанем. Я бы хотела полететь на Фыре. Мама молчала несколько мгновений, потом кивнула. Я рада, что ты смогла заполучить собственного дракона. Он не вещь. Я не владею им. Как скажешь. Я мысленно призвала его. Он всё не появлялся. Может, он ещё не оправился? А что значит мысленно призвала? У нас какая-то связь? Я что-то забыла? Но прошло ещё пару минут, и в небе закружилась длинная фигура дракона. Он приземлился рядом со мной. Привет, Фыр! Всё уже здоров! Лой посмотрел прямо мне в глаза. Я не выдержала этот взгляд и отвернулась. Шепфа, как странно осознавать, что он человек. Всё это время он был человеком. Вы посмотрите на этот взгляд, Вики. Я так понимаю, что Фыр не просто друг. Друзья, так что стоит задуматься о ветке. Люцифир и Дина шли к нам навстречу. Так, Люцик, я надеюсь, ты не видел мой взгляд в сторону Фыра? Тебе показалось, если что. Прошу вас следить за каждым сказанным словом. Нам нечего скрывать. Люцифир сразу оседлал дракона. Быстрее начнём, быстрее закончим. Мама тоже забралась на дракона. Тогда в путь. Вау. Мы приземлились рядом с главным зданием цитадели. А что это за алмазик там светится, как глаз Саурона? Вдалеке слышались отголоски шума большого города. Там бурлила жизнь. Издалека бессмертные напоминали рой муравьёв. И погода здесь отличалась. Мрачная, с непроходящими дождями и ветром. Так, я смотрю, там по бокам течёт водичка какая-то красивая, переливается. Ворота с гулом и дрожью открылись, пропуская нас дальше. Я вздрогнула, из-за вибрации ощутив всю свою ничтожность по сравнению с этой громадиной. О, мы с тобой знакомы. Цитадель приветствует вас. Архангел Йор, какие прогнозы? Голос мамы был строг и надменен. На шее и левом виске архангела запульсировали вздувшиеся вены от сдерживаемой злости. Но ответил он послушно, и голос ни одной нотой не выдал недовольства. Они в напряжённом ожидании, Серафим Ребекка. Но в общем, беспокойства по поводу Мальбонта не испытывают. Не испытывают? Самонадеянные индюки. Нет ничего хуже, чем недооценивать своего противника. Вас уже заждались. Архангел повёл нас по тёмным коридорам. Он шёл впереди, тихо, словно не касаясь пола. Его руки были сложены в рукава мантии. Он угнетающе молчал. Архангел Йор... Он лишь слегка обернулся, не замедляя шага. Да? Я спросила, как он относится к Мальбонте. Архангел повёл плечами, словно ему было неприятно даже слышать это имя. Я, как и все в Цитадели, не признаю Мальбонте. Как понять, не признаём Мальбонте? Типа не верю в его существование или как? Ребята, у нас война была. Чем больше мы будем говорить о нём, тем могущественнее он будет становиться. В моём доме я запретил произносить даже его имя. Мы прошли ещё немного, прежде чем Йор остановился перед внушительными дверьми. Они выглядели так, словно их уже несколько веков никогда не открывали. Но нет. Вот Архангел потянул за ручки, и дверь податливо отворились. За огромными помостами полукругом сидели четыре верховных Серафима. Боже, везде бюрократия, вы видите? В одном из них я узнала советника, что прилетал в школу. Серафимы смотрели на нас сверху вниз, не скрывая заносчивого пренебрежения. Мы были для них пешками, которым они не испытывали ни уважения, ни подлинного интереса. Но мама была исключением. Тот, кто сидел посередине, склонил голову, приветствуя её. Главный советник? Обалдеть! А я не понимаю, это женщина или мужчина? Вроде мужчина. Вот и пятый верховный Серафим. Рядом с ним на небольшом бревне сидела белая ворона. Она молчала, только изредка крутила головой и моргала. Мне казалось, вы негласно сдвинули меня с этой позиции. Ты оступилась. Это были козни Мальбонты. И тем не менее, факт остаётся фактом. Тебе нужно заслужить прежнее уважение. Уже на пути к этому. Слушайте, ну если они такие все прям горделивые и действительно высокомерные, неудивительно, что наша маман стала такой же, как говорят, с волками жить, поволчевыть. Она и так стремилась к власти, но именно ожесточилась она, находясь именно среди них. Там невозможно быть какой-то сюси-пуси, тютей, потому что ты там и дня не задержишься. Но с другой стороны, нафига такая власть нужна, когда ты постоянно в таких каких-то рамках находишься? Ты себя преломляешь, насилуешь, грубо говоря, становиться таким жёстким. Я, честно говоря, к такому бы не стремилась. Лучше жить в удовольствии. Но это такое. Можете писать свои мнения, друзья. Стоит ли власть вот такого изменения твоей души? Рад слышать. Он каким-то механическим движением повернул голову к нам. Механическим. Вики, Дина, Люцифер. Мы наслышаны о том, что произошло накануне. Предательство бывшего престола Фенцио, освобождение Мальбонте, смерть сатаны. Все вы так или иначе замешаны во всём этом. Я ничего не знал о том, что планирует отец. Главный советник посмотрел на ворону, снова на нас. Дети и родители зачастую друг для друга самые чужие. Что насчёт ритуала? Люцифера непризнанная. Как же так вышло? Дочь Серафима, что родился на земле, и сын демона, что ни разу не ступал на землю. Таковы были его основы. Хотите сказать, это было недобровольно? Нисколько. Снова взгляд на белую ворону и снова бездумное молчание. Но сатана был явно причастен к появлению Мальбонте. Не поверю, что сын сатаны не знал об этом. Не знал. Ворона молчала. Её стеклянные круглые глаза метались из стороны в сторону, не фокусируя ни на чём взгляд. Это что, какое-то присутствие шепфа в виде вороны? Если бы отец был связан с Мальбонте, он бы сказал мне об этом. И тут ворона вытянула голову точно петух. И из клюва донеслось одно протяжное. Кар. Главный советник тихо рассмеялся, положил руку на голову птицы, и та тут же умолкла. Люцифер почему-то очень разозлился. Не злейся, демон. Трёхглазый ворон не врёт, а родители делают это сплошь и рядом. Люцифер сделал шаг вперёд. Отец мёртв. Кто будет теперь править адом? Мы в скором времени решим этот вопрос. Нечего тут решать. Я сын сатаны, отец мёртв. Это место по праву моё. Об этом не может быть и речи. Нового сатану изберёт совет, после чего Шепфа должен одобрить кандидатуру. Ад мой. Ад принадлежит Шепфа, как и всё в этом мире. Шепфа хоть раз вступал на нашу территорию. Советник очень удивился. Он создатель. Так. Боже. За кого вступаться? Капец. Ну я... Мне пофиг, честно говоря, кто там ангел, демон. Я вступлюсь за Люцифера. Люцифер лучше всех знает дела ада. Он сын бывшего правителя. Его примут демоны. Чаша великодушия совета заполнилась до краёв. Довольно. Боже, они нам ещё и одолжение делают, оказывается, разговаривая с нами. Блин, бесят они меня дико просто. И это небеса. Главный советник стукнул кулаком, и голос его громом прогремел по всему залу. Мне стало не по себе. Ты никогда не займёшь пост сатаны. Ты полон спесей и высокомерия. А ты... Ты в зеркало давно на себя смотрел? Главный советник. У тебя нет никакого уважения к тем, кто выше тебя. В тебе нет смирения. Ясно. Вам нужна марионетка. Лошадь с поводьями. Нам нужен тот, на кого мы можем положиться и кому можно довериться. Кстати, насчёт доверия. Ребекка, твоя дочь в курсе, что с ней сделал ритуал? Нет. Я посмотрела на маму. О чём они? Есть рубцы на энергии, которые могут нащупать лишь Серафимы, приближённые к Шепфа. Что за рубец? Ритуал чуть не убил её. Почему тогда на мне не трубца? Главный советник встал с подиума и начал спускаться ко мне. Стук его каблуков раздавался болезненным эхом. Он остановился рядом со мной, обошёл вокруг, будто пытаясь разглядеть поближе. О, этот рубец я почувствовал сразу, как ты вошла. Я не понимаю. Наша энергия, как сосуд. Иногда он почти пуст, иногда полон до краёв. Рядом с огромной силой сосуд как бы наполняется и может лопнуть. От этого бессмертный может умереть. Всё верно. А может выжить, как ты? Тогда сосуд заживает, но остаётся рубец, как напоминание. На мне рубца нет, почему только на ней? Лицо главного советника было совсем рядом с моим. Он смотрел мне в глаза. Медленно улыбнулся и задумчиво покачал головой. Не знаю. Похоже, энергия выборочно прошла только через неё. Что вы хотите сказать? Ты говорила с Шепфа. М-м-м? Я всегда узнаю этот божественный шлейф, что остаётся после общения с ним. Думаешь, он стал бы связываться с обычно непризнанной? Я думаю, Мальбонт, случайно или нет, передал тебе во время ритуала часть своей силы. Как это возможно? Они были сгустками энергии тогда, сосудами, способными переливать друг в друга свои силы. Вики должна была погибнуть после такого, отторгнуть эту силу, как инородное тело. Сила Мальбонты слишком велика, чтобы суметь подчинить её себе. Люцифер удивлённо оглядел меня. И всё же она это сделала. М-м-м. Он гордится, да? Гордится сто процентов. Я забрала часть силы Мальбонты. Ребекка, докладывай нам о малейших изменениях дочери. Докладывать? Ты же хочешь вернуть наше доверие? Главный советник пошёл обратно на своё место. Можете идти. Ребекка, останься на несколько минут. Нас оставили дожидаться её в коридоре. Пока мы ждали её, никто не произнёс ни слова. Мама вышла спустя минут десять, раздражённая, сбитая с толку. Она тут же поспешила к выходу. Когда мы вышли, наши драконы оживились. Мама хотела забраться на одного из них, но помедлила, похоже, передумав. Давайте пройдёмся. Она пошла вдоль тропы, прямо к центру города. Какой-то такой мрачный город, их честное слово. Я думала, он будет прям такой сказочный, куда краше, чем наша школа. А он какой-то такой неуютный, что ли. И очень напоминает землю. Город встретил нас криками и запахом мокрых грязных перьев. Как какие-то бедняки там живут, да? Драконы, угрожающе низко пролетали над головами, едва не задевая макушки. Бессмертные носились туда-сюда, неизменно держа в руках оружие или еду. Давно здесь не был. Место отбросов. Люцифер огляделся и задумчиво бросил. Отпуст, все бесы здесь. Так, в аду не лучше. Люцифер наступил в лужу. Он помольщился, дернул ногой, отряхивая обувь от воды и кусков мокрой земли. Там хотя бы чище. Дождь лишь моросил, но под ногами тек ручей, смешавшийся с грязью и чем-то еще. Общая самотоха, сырость, слякоть, что была повсюду, куда ни ступи, все это создавало угнетающее впечатление. Армия ангелов, стройной шеренгой, прошла мимо нас. Цитадель уже готовится к войне. Они готовятся к защите столицы. А как же ад и школа? Для них главное отстоять столицу. Здесь находятся все главные умы небес. Совет отказался как-либо поддерживать школу. Они обвинили меня в том, что я допустила все это. Она горько улыбнулась, будто была согласна с обвинениями и зла на себя не меньше, чем они. Учеников школы не собираются принимать в цитадель. В ад демонов не пускают, так как его сейчас проверяют. Нас незаметно прижали и закрыли в стенах школы. Мы в западне и пока отрезаны от остального небесного мира. Заносчивые ублюдки. Люцифер ударил по ближайшей балке, и она отреснула от силы его удара. Некоторые жители стали оборачиваться на нас. Успокойся, Люцифер. Держите себя в руках. Люцифер взял маму за запястье и потянул на себя, вынуждая ее посмотреть на него. Они забирают ад, мой дом, и при этом даже не собираются его защищать. Кто вы, ангелы, как не трусы и эгоисты? Мама сделала к нему шаг. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть ему в глаза. Кто вы, демоны, как не шавки, которыми управляли и которых так легко припугнуть? Люцифер взбесился, схватил ее за горло и прижал к стене. Люцифер! Дина тут же попытался оттолкнуть Люцифера, но тот не реагировал на его попытки. Успокойся! Люцифер не сжимал ей горло, лишь придерживал, чтобы она никуда не делась. И все же я была в бешенстве. Отпусти ее! Все нормально. Они смотрели так друг на друга некоторое время, потом Люцифер сам отпустил маму. Она спокойно поправила одежду. Кстати, между прочим, наша маман лучше всех подготовилась внешним видом. Она как знала, что нужно одеть одежду с капюшоном, да? Потому что такая сырая противная погода, одна я как дурочка нарядилась в платье. Успокоился? Да. Сейчас время разочарований. Во мне, в Цитадели, в Фенцио. Ты столько боли принесла, Фенцио. Почему ты была в нем так уверена? Потому что считала его хорошим человеком. Хорошим? Он вас искренне ненавидел и не скрывал этого, когда вы встречались. Мама рассмеялась. Хе-хе, ненависть. Где есть она, всегда есть любовь. Мимолетная нежность, появившаяся на ее лице, тут же сменилась отвращением. Но его поступок – это не ненависть, это слабость. Терпеть не могу слабых мужчин. Какое унижение. Любовь не делает человека добрым, скорее одержимым. Его сделала, хоть это и оказалось в прошлом. Расскажи. Мама качнула головой, будто собиралась отказаться. Но вдруг передумала, и из ее уст палился рассказ. И голос ее обрел какую-то новую, забытую мною нотку откровения. Я тогда только поступила в школу ангелов и демонов. В те времена к непризнанным относились еще более пренебрежительно, чем сейчас. Позже мне удалось доказать, что люди не уступают бессмертным. Но тогда я только начинала этот путь борьбы. Я еще не отошла от своей смерти, от того, что вы с отцом остались на земле, что я вас больше не увижу. Сидела на скамейке у статуи и молча молилась. Я недавно вернулась в задание, словно специально мне подсунули семью с ребенком. Мне нужно было уговорить женщину остаться в семье, но я видела, что брак разрушает ее. И в то же время видела страх ребенка перед неизвестностью. Страх, что как прежде уже не будет. Я оценила ситуацию и пришла к выводу, что всем будет лучше, если женщина уйдет. Меня обвинили в том, что я не справилась с поставленной задачей. Во мне кипела ярость, раздражение было таким сильным, что хотелось разреветься. Но я никак не выдала своих эмоций, даже перед статуей. В это время в школу приехал престол Фенцио. Его сын в скором времени должен был поступать в школу. Видимо, он тоже решил побыть в одиночестве, но в укромном месте уже сидела я. Он остановился, увидев меня, кивнул вместо приветствия и уже хотел уйти, но что-то его удержало. Что с вами? Вы расстроены? Мои плечи были напряжены в гордой осанке. Мое лицо... Я знала это, ничего не выражала. Но он все равно почувствовал. Все нормально, не беспокойтесь. Он снова сделал шаг от меня, но снова передумал. Важно поднял полы плаща и сел рядом со мной. Я слышал о задании. И что же? Как ангел вы не можете поддержать мой поступок? Он подумал немного прежде, чем ответить. Я слышал об одной выскочке непризнанной, возомнившей, что может соперничать с бессмертными. Меня восхитило это. Я сразу подумал, она станет ангелом. Почему ангелом? Только будучи ангелом, можно добиться настоящих высот. В наших руках реальная власть. Его слова взволновали меня, хотя я не могла понять почему. Знаешь, в чем разница между ангелами и демонами? В то и какую сторону они принимают? Демоны думают эмоциями, мы головой. А голова хладнокровна, а значит справедлива. Иногда ангелы кажутся жестокими, но это не так. Жестокость это всегда эмоция, но это не про нас. Вы были бы жестоки, если бы не сделали то, что сделали. От его слов мне стало легче. Я буду следить за вашими успехами. Он поднялся, чуть поклонился мне и ушел. Фенцио был первым бессмертным, кто обратился ко мне с уважением. Еще и в таком высоком статусе. Престол поклонился ученику, и не просто ученику, непризнанной. Тогда это было немыслимо. Потом мне удалось завоевать уважение многих, в том числе и Кроули. Но Фенцио увидел во мне достойного соперника, когда я еще не была им. И он зауважал эту силу, не оскорбившись, что это сила непризнанной. Его слова стали роковыми для меня. Они стали основой моих взглядов. Я думала, несмотря на всю обиду, он не отступится от своих слов. Он не будет жестоким. Я думала, мы всегда будем смотреть на мир одними глазами, даже ненавидя друг друга. Но это оказалось не так. Уверен, отец думает, что поступил правильно, ради общего блага. Ох, Дина. А Люцифер рассмеялся. Твой отец больной блюдок, который затеял это только для того, чтобы отмыться от унижения перед женщиной, что его отвергло. Он сделал это только для своей власти. Заткнись. Дина схватил Люцифера за майку. Ты зол, потому что знаешь, что это правда. Дина нервно отпустил его и пошел вперед. Мы прошли еще несколько кварталов уже в тишине. Виды все так же удручали, но мама продолжала водить нас по узким улочкам, словно нарочно. Куда мы вообще идем? Для чего мы ходим здесь? Вон, Люции тоже интересно. Хочу снять с вас розовые очки. Хочу, чтобы вы были готовы к войне и не ждали поддержки свыше. Но ты прав, нам пора обратно. Мама махнула рукой, и драконы, скрывавшиеся за пеленой облаков, вдруг вынырнули и подлетели к нам. Фыр опустился, чтобы я смогла на него забраться. Его глаза внимательно изучали меня. Не смотри и так на меня. Фыр? Ну это капец просто. Он замотал головой, дернул телом. Теперь реально неловко как-то на нем летать сверху. Я рассмеялась, но смех мой оборвался. В глазах потемнело. Я перестала чувствовать собственное тело. Мальбонте стоял за столом, забитым картами. На некоторых, словно на шахматной доске, стояли фигурки демонов и ангелов. Другие карты были помечены красной толстой оленьей, обрамляющей определенный путь. Перед Мальбонте замерли трое демонов, послушно ожидая приказаний. Меня интересует только одно – победа. И есть только две вещи, которые меня к ней приведут. Что нового ты можешь предложить? Он говорил как-то странно, будто обращался не к ним. Но к кому же? От угла отделилась тень. На нее тут же упал свет, обнажая фигуру, точно сорвав с грабителя маску. Это был Фенцо. Фенцо. Так непривычно видеть его в черном одеянии. Хотя ему это, конечно, безусловно идет. Как бы ни странно это звучало. Очень странно, что у них не меняется цвет крыльев. Ну, от какого-то внутреннего убеждения. Нужно отрезать провизию к школе. К чему мне эта школа? Мне нужна цитадель. Щенок мал, но даже он может перегрызть глотку, если будет очень зол и хитер. Лучше пусть ослабнет настолько, что не сможет кусать. Блин, муденцию, ты вообще помнишь, что сын там в школе находится? Одна сторона губ Мальбонты поползла вверх, делая его лицо злобно-насмешливым, но при этом проницательным. Эта улыбка как бы говорила. Я знаю твои мотивы, старик. Я все понимаю. Мне нравится твоя ярость, Фенцева. Ты со мной пока она двигатель, а не слепая помеха. Я знаю. Некоторое время Мальбонты молча рассматривал карты перед собой. Потом, не поднимая головы, отдал холодный короткий приказ. Отрезать провизию. Я в шоке вообще. Я очнулась на руках у Люцифера. Люцифер недоуменно, едва ли не испуганно глядел на меня. Все нормально? Вроде. Ты упала в обморок. Я молчала. Он убрал прядь волос с моего лица. Что с тобой? Или ты просто решила полежать у меня на коленях? Может и так. Я резко встала. Еще чего? Мама несколько растерянно наклонилась надо мной. В чем дело? Меня охватило волнение. Я вдруг поняла. Ставки выросли, и каждое мое слово, каждое действие несет за собой последствия. Последствия, которые, возможно, повлияют на судьбу многих бессмертных. Стоит ли рассказывать о планах Мальбонты? Ой-ой-ой, капец. Боже, что делать? Рассказать, не рассказать? Ну, была не была. Я рискну рассказать. Голод нас не убьет, но может ослабить. Надвигается война. Мы должны быть в форме. Мальбонты хочет лишить нас провизии. Так ты выдала планы Мальбонты, ваши отношения ухудшились. Ну, что поделать? Кушать-то хочется. С чего ты взяла? Очередное видение. Я тебе верю. Возникло напряжение. Так, благодаря высокой славе, мама поверила тебе. Оно витало в воздухе, непровозглашенное, скрытое. Но все равно ощутимое. Драконам передалось наше волнение. И они нетерпеливо ожидали, когда мы оседлаем их. Летели мы быстро, обгоняя сам ветер. Едва мы приземлились, мама спрыгнула с дракона, махнула Геральду. Она пошла ему навстречу, а поравнявшись, не стала останавливаться. И продолжила идти в сторону школы, параллельно давая команды. Нужно срочно поменять маршрут провизии. Мы только сегодня утвердили его. Нужно поменять. Они скрылись в стенах школы. Я свое дело сделала, дальше они разберутся. Люцифер слез с дракона. Его глаза, не задерживаясь ни на чем конкретно, прошлись по моему телу. Так. Я замерла, думая, что он хочет что-то сказать мне. Но он сделал шаг назад, затем еще один, а после развернулся и ушел в школу. Чего? Как это понимать, Люци? Я смотрела ему вслед, грустно размышляя. Люциферу легче оттолкнуть меня, чем подпустить. Ему кажется, что любые чувства делают его слабым, а он не хочет быть слабым. Однажды он решится, но, может быть, поздно. Мими стояла чуть поодаль. Она ждала, пока я подойду к ней. Ну как все прошло? Боже, ты поменяла одежду! Офигеть! Очень круто выглядишь! Натянуто, я бы сказала. С тобой все нормально? Мими будто не слушала меня. Ее глаза медленно и задумчиво гуляли по горизонту позади меня. Хочу пойти к отцу в тюрьму. Она посмотрела на меня, отчаянно, почти заискивающе. Ты можешь попросить Ребекку, чтобы меня пустили к нему? Я... Я пойду к нему в любом случае. Так и знай. Это из уважения к тебе. Хочу сделать все правильно. То, как резко поменялось выражение ее лица, ее голос и подача ошарашило меня. Я удивленно замерла и расхохоталась. Что смешного? Вряд ли мама разрешит. Что ж, придется нарушать правила. Тогда и с тобой. Я почему-то и думала, что девчонки так и сделают. После сражения башню не успели полностью восстановить. Мы дождались ночи и залетели внутрь через щель, образовавшуюся от какого-то удара. Прошли по коридору и остановились возле едва ли не единственной уцелевшей камеры. Мамон сидел на полу, оперев локоть на колено и насвистывал какую-то мелодию. Папа! Дьяволица, ты что здесь делаешь? Он подошел к решетке, но чуть помедлив завидев меня. Ты не одна. Здравствуйте. Когда тебя отпустят? Я не знаю. Он посмотрел на меня. Надеюсь, твоя мать не будет спешить рубить головы. Они могут ей еще понадобиться. Она думает, вы связаны с Мальбонте. Мамон скривился так, словно его оскорбляла сама мысль об этом. Я служил сатане. И не собираюсь подтирать зад только родившемуся сосунку. Так значит, сатана был ни при чем? Он оказался лишь марионеткой, как и многие из нас. Мальбонте надавил на раны, и гной вылился наружу, потому что не мог не вылиться. Так... Винчеста предупреждал, но его никто не слушал. Так всегда бывает. Что сделано, то сделано. Его смерть даже иронична. Почему? Его отец изучал историю Мальбонте, даже написал трактат. В наказание ли, или все виной совпадение, но Мальбонте выбрал жертвы представителя рода Винчеста. Мамон рассмеялся, хлопнул в ладони и закачался, будто в танце. Для вас все это игра? Это не только для меня игра. Мы это игра. Ты разве не знала? Он расхохотался, и смех его показался зловещим. А от слов стало не по себе, хоть я и не могла сказать почему. Прекрати, папа! Лучше скажи, когда тебя отпустят? Когда я смогу ему доверять. Мама? Она вошла в камеру первой, за ней следом Мисселина и Энди. Ее спина была неестественно прямой, плечи напряжены, взгляд нетерпеливый, словно нападающий. Что случилось? Заговорил Энди, и я вздрогнула от его голоса. В нем появилась какая-то сталь, холодность, что-то пугающе деловитое. Зажрался, что ли? На эту ходку меня назначили главным летчиком за провизией. Мы изменили маршрут в последний момент, но отправили по старому пути другую команду, чтобы проверить твои слова. Ты была права. На них действительно напали. Вам удалось доставить провизию? Мама бросила на него возмущенный, такой дерзостью взгляд, но все же ответила. Да, еда у нас будет. В школе завелась крыса, которая докладывает все Мальбонте. Иначе объяснить, откуда они знали маршрут, я не могу. Голод нас не убьет, но если Мальбонте захочет напасть на нас, мы не сможем защищаться. Я постараюсь продумать такой маршрут, чтобы они нас не вычислили. А пока... Она достала из кармана ключи. Мими выпрямилась в надежде. Решила освободить меня? Мне не хватает бессмертных. Можешь считать, что на испытательном сроке. Мамон только усмехнулся на грубость мамы. Его не смущало, что бывшая непризнанная говорила с таким, как он, в подобном тоне. Когда ты уверен в себе и своих силах, никому ничего доказывать не нужно. Сатана мертв. От меня отказались так же легко, как если бы я был простым непризнанным. Пока мне интересно побыть на твоей стороне. Пока? Да, пока. Мама замерла с ключом у замочной скважины. Она посмотрела на него, оценивая услышанное. Раз, раз, раз. Дверь камеры отворилась. Пока меня это устраивает. Мамон вышел медленно, вальяжно. Словно выходил не из сырой камеры, а из собственных покоев, чтобы встретить гостей. Что ж, я... В камере позади Мамона стало темно, как в склепе. За единственным окном в темнице мы увидели черное небо, заполненное птицами. Это снова повторяется? Не сговариваясь, бросились на улицу. Мы замерли, запрокинув голову, и молча стали наблюдать за небом. Я чувствовала плечо мамы, упирающейся в мое. Сотни тысяч суббант пролетали мимо нас. Обалдеть, это даже не чайки, а суббантры эти страшные. Он собирает армию. Я посмотрела на маму, удивившись ледяной безнадежности в ее голосе. Все твари будут на его стороне. Одна из птиц отделилась от стаи и полетела прямо на нас. Я дернулась, готовая к нападению. Все снова повторяется. Но суббантра вместо того, чтобы напасть, остановилась напротив. Она мотнула головой в одну сторону, затем в другую. Сделала шаг. Я вздрогнула, но мама даже не шелохнулась. Суббантра чуть опустилась и опрокинула на землю письмо. Прямо к ногам мамы. А затем вернулась к остальным птицам и скрылась среди потока стаи. Мама подняла письмо, развернула его и начала читать вслух. Я не хочу войны. Но рыбу нельзя вылечить, если у нее гниет голова, верно? Остается только отрезать. Мама вздрогнула, закрыла глаза. Руки ее дрожали. Он будто о... Ангел незамедлительно отреагировал на знак. Сверкнула заточенная стрие клинка. Удар. Голова покатилась по эшафоту. Мама продолжила читать, не обращая внимания на хрипоту в горле. Я предупредил все гниющие головы. Я смою гниль с вашей души. Только не водой, а кровью. Мама не двигалась. Она смотрела на это письмо и ничего не говорила. А затем вдруг скомкала его. Разорвала на части и бросила в воздух. Еще посмотрим. Она развернулась и решительно вернулась в школу. Ох, вот это, конечно, окончание серии. Ужас. Я, честно говоря, до сих пор не могу вот смириться с тем, что у нас появился такой мальбонте из очень милого бонта, который мне безумно нравился. И тут вот теперь, блин, очередная война. Очень меня разочаровала Цитадель. Она реально какая-то убогая, мрачная. Я ожидала какого-то сверхгорода. Чтобы у меня прям... Я не знала, куда мне деть свои глаза, на что мне еще смотреть. Ну, короче, небесной красоты. Может, что-то такого. А в итоге такой, фу, поскорее бы отсюда убраться. Здесь какой-то снег моросит. И лужи, фу. Ну, короче, непонятно. Эти вот противные, высокомерные серафимы тоже оставили после себя неприятные ощущения. И действительно, начинаешь задумываться. Не пора бы сделать перетрубацию в высших эшелонах власти, так скажем. Потому что кто-то сильно зажрался, сидя там вверху. Друзья, продолжение уже очень скоро. Не забывайте, что плейлист истории находится в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok